Приветствую! Тут недавно в интернетах обсуждался сериал на основе романа Гюзель Яхина «Зулейха открывает глаза» или «Зулейха». Вот. И что мне вспомнилось? Я ведь когда-то читал эту книгу. Даже ролик когда-то снимал, который, наверное, уже морально и технически устарел. Поэтому попробуем обсудить еще раз. В то время роман только вышел и везде проходил как бестселлер, поэтому вполне сгодился для дорожного чтения. Ну, а дорожное чтение люди обычно не анализируют достаточно глубоко, поэтому роман прошел спокойно. Хотя роман подавался как бестселлер, а для бестселлера очень сильно поразило количество ляпов и роялей. Роялей в смысле рояля в кустах. То есть когда персонаж выходит из события не за счет каких-то своих умений и развития сюжета, за счет того, что ему как-то вот прям очень удачно подвернулись обстоятельства. Был рояль по поводу того, когда они тонули вместе с баржей. Главная героиня Зулейха, по идее, спастись не должна была, но спаслась. Огромный рояль с медведем, где Зулейха, никогда не стрелявший из ружья, с первого выстрела убивает медведя. То есть никогда ружья не видела, схватила, пиу, медведь умер. Не, оно, наверное, понятно, потому что автор жила, наверное, в городе, никогда не сталкивалась ни с медведями, ни с охотниками, которые про этих медведей могли что-то рассказать. Но медведь это страшная штука. То есть это, грубо говоря, универсальная машина для убийства. То есть его не так просто убить. И раненый он может натворить много бед. Поэтому слово медведь всегда было на Руси страшным. То есть оно же изначально, он, медведь, не был медведем, он был, скорее всего, каким-нибудь бером, потому что отсюда берлога, то есть логовая бера. Но магическое сознание древнего человека посчитало, что на всякий случай не будем мы называть его, потому что помянешь его, вдруг придет, потом хлопот не оберешься. И поэтому этот бер сначала стал медведем, но со временем бы, наверное, это название поменял, потому что вот на Украине он уже стал ведмедем, на Руси стал топтыгин, косолапый, Михалыч. То есть даже слово медведь окрасилось вот таким нехорошим привкусом крови и страха, что и этого слова человеки старались всеми способами избежать. Ну и опять-таки рекламная кампания у этого романа была в то время прям очень такая, серьезная. Например, сравнивали Гюзель-Яхину с известными бытописателями. Но я думаю, бытописатели бы эти известные, они бы такие ляпы не допускали. Например, у Гюзель-Яхина описано, что там была синица с синей грудкой. Карл-синица с синей грудкой. Она, ну, то есть, да, ну, почему, а как же, а какая у нее грудка? Ну, синица же, ну, что такое, ну, я не знаю. Очень забавно. То есть, вот это вот синица здорового человека. У Гюзель-Яхина описана какая-то синица курильщика. Но, в принципе, в то время роман не вызвал у меня какого-то такого прям сильного отторжения. Как дорожное чтение прошел вполне спокойно. Но сейчас, спустя годы какие-то, могу сказать о послевкусии. То есть, вот сейчас недавно вышел фильм, ну, сериал по этому роману. Как я воспринял сериал? Вообще никак. Даже не промелькнуло прям такого желания, прям какую-нибудь мысль хотя бы, о, глянуть. А как вот сравнить, как в романе было, как в сериале? Нет. Почему? Ну, получается, роман мне не понравился совсем. Не оставил добрых чувств, которые бы побудили меня как-то вернуться к этой теме. Поэтому, судя по количеству просмотров, да, сериал вызвал у людей живой интерес. Ну, вот я этот роман читал, говорил с некоторыми своими знакомыми, которые этот роман читали. Ни у кого не возникло желания как-то попытаться посмотреть сериал. Так что, стоит ли читать роман? Мне кажется, что, чтобы занять свой досуг, лучше выбрать себе что-то более качественное. Ну, а с вами был иеромонах Александр Митрофанов. Подписывайтесь там, колокольчики всякие ставьте, делитесь этим видео. Всем пока, до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok